Бельгийская овчарка Малинуа по имени Цайга трудоспособная, энергичная и невероятно влюбленная в своего хозяина. Для нее техногенный этап соревнований псов-спасателей привычен. Небольшая тренировка и Цайга готова искать условно пострадавшего. Ее кличка, она соответствует ее задаче. Она показывает, где находится пострадавший, но не так, как все лаян. Она приходит ко мне, приносит вот эту штучку, которая висит мне на шейнике. Это значит, что она нашла человека. Потом я ее пристегиваю и говорю ей, веди. Она приходит и показывает, где, как указка. От этого, в общем-то, ее имя. Псов-поисковиков проверяют в замусоренных, полуразрушенных зданиях, имитирующих завалы. Наш клиент тот, который о себе сказать не может. Который либо очень глубоко его не слышно, либо он без сознания, раненый. Те, которые могут отозваться, их и так можно найти. Условно пострадавшего, так чтобы не видела собака, помещают в ящик, находящийся в небольшом углублении пола. Крышку плотно закрывают. Статист по правилам не должен издавать никаких звуков. Кинолог дает собаке команду. Цайга несет в зубах палочку брингзель и уверенно следует по запаху. За шесть минут собака находит всех троих статистов, спрятанных на этапе. Отличный результат. Ой, смотри, что есть. Ай, хорошо, молодец. Чего, собачка, нашла. Темно и страшно было, ты нашла. Молодец. Судья не начислил цайги ни одного штрафного балла. Такой помощник на поиски в завалах незаменим. В этой прикладной проверке важно, чтобы собака четко локализовала, где находится пострадавший, потому что на реальных спасработах при таком же обозначении роются именно в том месте. И это важно, от этого зависит жизнь пострадавшего, чтобы его, не повредив ни техникой, ни лопатами, ни плитами, могли спасти. Нина на соревнования привезла двух собак. Молоденькую овчарку Вику и опытного спасателя лабрадора Одиссея. Обе породы считаются лучшими в поисковых работах. Вика, рассказывает хозяйка, более спокойная. Одиссею всегда нужно быть в центре внимания. За кусочек сыра он найдет кого угодно. Чем веселее собака, тем проще с ней работать, честно говоря. Чем лучше она пойдет на контакт с другим человеком. То есть меньше испуга на собаке. Это собаки, которые менее темпераментные. Они обычно бывают, так сказать, непугливые. Но мы не хотим с другими общаться. Собака на поисках должна хорошо идти на контакт, быть дружелюбной и четко выполнять команды хозяина. Также не обращать внимания на других животных. Здесь такие все четвероногие профессионалы спасательного дела.